Илья Довлячин, журналист телеграм-канала. Можем объяснить на связи со студией Freedom. Илья, приветствуем вас в эфире. Катерина Сакен, здрасте. Здравствуйте. Если говорить о том, как, в принципе, проходит блокировка YouTube, видим уже, я так понимаю, первые реакции. Как, скажем так, выполняются цели власти по блокировке YouTube? Удается ли им ограничить граждан в доступе к платформе так, как им бы хотелось? А их сложно не ограничить, Катерина, потому что вот где-то с 2017-го года, 2018-го у всех российских операторов интернет без исключения стоят коробочки. ТСПУ они называются. Это средства противодействия внешним угрозам, так называемые. Это было все в рамках вот этой борьбы с интернетом, с теми самыми ресурсами, которые не хотят видеть российские власти, не хотят, чтобы россияне, собственно, пользовались этими ресурсами. Поэтому замедлять что-то, ограничивать, блокировать, это, знаете, вот так вот щелкнуть пальцами и все, потому что не сами операторы это делают, потому что вот есть тот же самый Роскомнадзор, который отдает там команду в свое подразделение, оно там нажимает на условную кнопочку и все, приходит команда на вот эти коробочки, и после этого начинается блокировка ресурсов. Поэтому, собственно, все сайты в России блокируются молниеносно. Так происходило, например, с сайтом газеты Собеседник, где я работал, так происходило с сайтом Медузы, BBC, в общем, все это делается довольно быстро. Но ведь операторы, они вот после этой истории с YouTube, они поняли, что происходит. Это сильно ударило по их карману, потому что были новости о том, как большое число россиян, большое число интернет-пользователей стали отказываться от услуг провайдеров, от услуг МТС, от услуг Домру, от услуги Ростелеком, это самый крупный интернет-оператор в Российской Федерации. Вот это все очень сильно ударило по операторам, и они, видимо, придумали какой-то способ. Я не знаю конкретно, вот как он работает и что они там сделали. Не знаю, VPN или какие-то там другие они средства использовали. Но, судя по всему, действительно, они применили вот такой метод, потому что даже мои друзья, которые находятся в России, они рассказывали, что изначально действительно падал YouTube, причем он падал на разных устройствах, на разных операторах. Ну, вот приложение YouTube, допустим, на МТСе, оно может работать, а с домашнего ноутбука через тот же МТС все очень сильно тормозит. Поэтому, собственно, мы поняли, что это рукотворное явление. Если это были сервера Google, как рассказывали там власти, ну, все бы, наверное, упало одинаково. А тут мы видели, что это рукотворное явление. Вот, операторы пытаются с этим как-то бороться, потому что это ударило по их карману, но, видимо, теперь пришли за операторами. Пришли за средствами массовой информации, за журналистами, за правозащитниками. Вот, пришли за операторами теперь. Илья, это можно считать акцией неповиновения? Ну, вообще-то, обычно они совсем соглашаются. Нужно было дождь выкинуть из триколора. Выкинули. Вообще никаких проблем не было. А вот теперь какое-то непослушание получается. И продолжим, кстати, да, помним историю с дождем 14-го года. Не только триколор, там, по-моему, все, да, и Акады их выкидывало. Отсюда выкинули в итоге, да. Да, при Пачкин или как-то там фамилия была этого замечательного человека, который заведовал всей этой историей. Собеседник точно так же сейчас, опять же, возвращаясь, да, выкидывают из московских пунктов распространения, да, из ларьков нам коллеги рассказывают, что в Москве почти нигде нельзя купить газету «Собеседник» сейчас. Поэтому и мы видим, что, собственно, вот эти вот распространители, они, ну, никак не противодействуют. Ну, мы не будем говорить о Почте России, да, которая в самом начале войны начала просто изымать массово все газеты, начиная от новой и заканчивая там условно независимыми, которые там еще могли оставаться. Вот. Можно, да, я думаю, что это не то, что вот такая акция неповиновения, все-таки люди прежде всего думают о своем заработке. Но мы, наверное, не будем, да, говорить о том, что вот операторы внезапно вспомнили о свободе слова, разблокировали «Медузу», разблокировали там BBC, что, еще раз повторяю, невозможно, потому что у них стоят вот эти вот коробочки. Но как-то пытаются, как-то пытаются лавировать между Сцилой и Харибдой, между Сцилой в лице Роскомнадзора и Харибдой в лице прокуратуры вот этого радиочастотного центра, который, кстати, подведомственен Роскомнадзору. И я напомню, что в 2023 году была большая утечка данных из вот этого радиочастотного центра. И мы увидели, как на самом деле это все работает, какие команды подает Роскомнадзор, кого блокировать, по каким словам, по каким там конкретным данным. Вот так они работают в ручном управлении на самом деле. Давайте еще один аспект обсудим, Илья. Роскомнадзор потребовал от операторов предоставить данные расположения сервера в Google. Это позволит эффективнее блокировать трафик YouTube. Так, получив список IP-адресов, Роскомнадзор может внести их в список фильтраций, полностью парализовать или значительно замедлить их работу. Однако у экспертов есть и другое предположение. С помощью информации о размещении серверов можно проверить, где блокировка работает, а где она не работает. Я хотел в целом спросить, что случилось такого между Google и Роскомнадзором. Понятно, они не хотят, чтобы люди получали свободную информацию, смотрели ваши стримы, наши эфиры. Это ясно. Но в чем глубже, может быть, есть причина разногласий? И пытаются ли они как-то договориться с Google? У меня есть вот какая теория. Теория заключается в следующем. Дело в том, что многие россияне научились, слава богу, пользоваться VPN, и в тот же самый YouTube заходят через VPN. Так вот, есть очень интересная история. Ведь YouTube, он ушел из России в 2022 году. Отключилась монетизация, и, соответственно, Google и YouTube перестали получать деньги из Российской Федерации. Но когда вы включаете VPN на своем устройстве, в зависимости от страны, к которой вы присоединяетесь, условно присоединяетесь, там, Латвия, Австралия, не знаю, Норвегия, вы получаете, вы начинаете смотреть рекламу на YouTube. И, соответственно, YouTube на вас, на россиянах, начинает зарабатывать деньги. Возможно, эта информация дошла до Роскомнадзора, до их тупых голов, и они поняли, что, отключив или замедлив YouTube, они тем самым увеличили только заработки вот этого самого монополиста, этого самого гиганта Google, потому что альтернативу нормальную они так и не смогли создать. Это первое. Второе. Ведь многие чиновники администрации президента пользуются YouTube. Нет, они не смотрят Алексея Навального, они не смотрят Максима Каца, я думаю, что они и нас с вами не смотрят, хотя втайне ненавидят и желают сравнять с Землей. Они смотрят, и удивитесь, там Смешариков или Барбоскиных. Вот есть многие семьи, нам рассказывали в АП-шке, той же самой, где вот сидит там папа, условно назовем его Сергей Владиленович Кириенко, ну или Алексей Громов. И они показывают своим детям эти самые мультфильмы, эти самые Смешарики, эту самую Машу Медведь и эти самые Барбоскиных. Потому что я их понимаю, потому что, ну, усмотреть на Рутюбе или ВК-видео все совершенно невозможно. Это недоделанные платформы, работают из рук вон плохо, ВК постоянно виснет, у Рутюба, ну, проблемы Рутюба, наверное, даже не стоит обсуждать, учитывая, что их последний убыток 21 года был 1,2 миллиарда рублей. Ну, это что нужно было сделать с сайтом таким. Поэтому вот многие чиновники продолжают пользоваться Ютьюбом, несмотря на то, что это практически официально уже враг Российской Федерации. Илья, а если говорить о возможных дальнейших действиях, да, сейчас они требуют замедления. Что может быть дальше? Как могут дальше события развиваться? Ну, все зависит от того, насколько они смогут, не то, что создать альтернативу, да, создать ее невозможно, мы это поняли, нет альтернативы Ютьюба, ну, просто невозможно ее создать, нет, нельзя. Все зависит от того, насколько они смогут убедить одного единственного человека в том, что это действительно враждебная платформа, которую нужно раз и заблокировать. И тут, к сожалению, сплетаются несколько историй. История, во-первых, того, что Ютьюб не подконтролен российским властям, да, и там, во-первых, есть множество, множество точек зрения, множество площадок, там почти нет пропагандистов, хотя вот я прямо сейчас при вас попробую зайти в Ютьюб и вбить, ну, например, новости НТВ. И я увижу, что, конечно же, да, есть новости, выкладывая телекомпания НТВ, она создала, ну, очередной свой аккаунт, мы, это не удивление для меня, я пробиваю, уже догадывался, что так и будет, потому что эти телеканалы пропагандистские заблокировали, но раз за разом они создают новые аккаунты. РНТВ создает новый аккаунт, НТВ создает новый аккаунт. Мы видим, как под фальшивыми аккаунтами показываются там 60 минут, или там Соловьев, ну и прочее, вот этот параш, извините меня за выражение. Вот, но тем не менее, во-первых, да, они пытаются убедить в том, что пора заблокировать, потому что их заблокировали там, а тут всяческая вражеская пропаганда от CNN и Freedom, да, можем объяснить, и популярные политики, это первое. И второе, видите, у ВК-видео, у Рутюба и у платформы очень солидные лоббисты. Не забудем, что Рутюб, он входит в Газпром-медиахолдинг. Крупнейший медиахолдинг, ну, может быть, после национальной медиагруппы, вот, а ВК-видео, ну, Ковальчуки, ну, Усманов за ним стоял когда-то. То есть, вот такое вот лоббирование, скорее всего, тоже идет, и, ну, наверняка в администрации президента говорят о том, что, вот, смотрите, во-первых, это наши люди сделали, посмотрите, какой качественный продукт. Ну, не будем говорить о том, что его отжали у Павла Дурова, да, и про ВК в 2014 году. Вот, но тем не менее, в общем, две вот этих вот истории сплелись, и я думаю, что все решение будет зависеть от конкретно одного человека. Ну, если хотите сделать ставку, то я уверен, что YouTube обречен, но я думаю, что, во-первых, многие научились пользоваться VPN, и найдут выходы и на нас, и на вас, и будут смотреть YouTube все равно. Безусловно, никто даже не надеется на то, что нас перестанут там смотреть. Смотрят, кстати, неплохо. Илья, вот вы сказали, что невозможная альтернатива, безальтернативность YouTube, давайте побудем в этой теме. В Беларуси анонсировали собственный аналог YouTube, Video Bell, видеохостинг называется, это замглава администрации президента Беларуси, Лукашенко, об этом заявил, что вот такое вот изобретение. Был RuTube, был ВК-видео в Российской Федерации, но, опять же, мы с вами, как раз из того поколения, мы-то застали самое начало YouTube в России, поэтому он для нас абсолютно естественный, да? А если говорить о тех, кто сейчас вот в TikTok видосики смотрит на несколько секунд, и тот же контакт, ну, может быть, получится у них действительно заменить YouTube, по крайней мере, для подрастающего молодого поколения? А я не понимаю, как это возможно? Video Bell, Video Colocoll, боже мой, прекрасное название, да, лучше не бывает. Я просто, Сакен, я не понимаю, как они на это смотрят. Условно, молодой человек смотрит Максима Каца, да, в YouTube. Ну, или там, ну, может быть, Хатарковский лайф он не смотрит, но, скорее всего, там ролики Навального смотрят. Вот как на это глядят чиновники администрации президента? Они всерьез считают, что молодой человек, который смотрит Максима Каца, или там ролики Медузы, или Майк Ланаки, кого угодно, он внезапно, когда заблокирует YouTube, такой, о, а пойду-ка я посмотрю «Вечер с Владимиром Соловьевым». Это ж такая интересная передача, что-то я на нее внимания никогда не обращал. Ну, если чиновники в АПшке, наши любимые, так думают, но они уже совсем оторвались от народа. Нет, невозможно, правда. Я каждый раз об этом говорю. Я не представляю, как эти люди в администрации президента смотрят на этот мир своими кривыми глазами и глупыми мозгами. То есть, они всерьез предполагают, что люди, которые смотрят оппозиционные ролики, отвернутся от них. Лупу, Илья, через лупу, через увеличительное стекло они смотрят на монитор. На платформу, где 15 просмотров на главной странице. Безнадежная история не получится, у них этого абсолютное. А в Китае получилось? Ну, в Китае долго к этому шли. В Китае, во-первых, пришли, у них свои соцсети. Да, YouTube там работает, но он очень-очень фильтруется. У меня буквально, я недавно разговаривал с одной украинской актрисой, она актриса цирка, она провела 9 месяцев гастролируя по разным регионам Китая, но она молодая девушка, естественно, один из первых вопросов, как ты пользовалась интернетом, смотрела ли ты Фридом, смотрела ли ты Илью у нас в эфире. И она сказала, что это возможно, но если ты хочешь смотреть что-то, касающееся политической деятельности в Китае, тем более оппозиционной, это невозможно сделать. То есть YouTube там каким-то образом фильтруется. Я так понимаю, что это договоренности самого YouTube, что они находятся, остаются на этом самом рынке и при этом блокируют какие-то истории. Такая же история, как с Facebook, который сейчас пессимизирует все политические новости. Вообще ничего невозможно там найти. О политике, о том, что в России происходит, о войне, все в Facebook просто загнано под пол. А в России другая история. Во-первых, есть четкое разделение вот это вот информ-поле, интернет-поле. И опять же говорю, люди, которые смотрят Максима Каца, они не будут смотреть Владимира Соловьева. Все, этот рынок уже поделен и невозможно как-то по-другому вот этот пирог разрезать. Он уже сформирован, поэтому Китай китаем, но там все-таки немножко другая история. Это, во-первых, во-вторых, там более сильнее закрытое общество. Да, Россия, конечно, стремится к этому сейчас и может быть рано или поздно дойдет. Но в России, с другой стороны, есть еще и те самые гении, да, которые изобрели вот ВК, ВК, тот же самый. Да, мы можем говорить о том, что ВКонтакте был частично украден с Facebook, но украсть тоже нужно, знаете, грамотно. Да, Дуров частично слезал, как говорится, этот интерфейс, но тем не менее у него получилось сделать то же самое. Телеграм. Телеграм, да, опять же, в последнее время много вот еще одна история, которая, с одной стороны, очень не нравится российским властям, потому что там много альтернативной информации, но они тоже не могут его заблокировать, потому что это их основной канал распространения информации. Медведев, Ридовка, Мэш, там, Риановости, вот они все там, поэтому Телеграм тоже пока не блокируют. Илья, ну а продолжай вот эту тему, да, с тем, как, в принципе, в том же Китае работает доступ, там, в принципе, через VPN можно зайти, но там вообще даже не каждый VPN можно и скачать. Если говорить о Северной Корее, то там вообще своя, что называется, атмосфера в плане интернет-пространства. Мы видим, насколько активно сейчас российское руководство взаимодействует вот со странами в азиатском регионе. Возможно ли, что они в том числе и опыт блокировок перенимают? Я не исключаю этого, во-первых, потому что, да, они смотрят на то, как работает Большой Брат в Китае, как там все это блокируется. Действительно, в Китае успешно идет блокировка по поводу интернета, да, вот тот самый, тот самый гигантский фаербол. И Россия, видимо, тоже стремится вот к этому, к этой истории. Вот эти вот коробочки ТСПУ, которые стоят у каждого оператора, ну да, в 2018 году, когда они блокировали Телеграм, это было невозможно сделать, потому что тогда эти коробочки только-только начали внедрять, еще не у всех операторов они были, но спустя какое-то время они установлены, вот как и повторюсь, у всех интернет-провайдеров, поэтому если решат заблокировать Телеграм завтра, это произойдет молниеносно. И то, как они вот свой опыт заимствуют у других стран. Мы часто общаемся с нашими коллегами, друзьями, товарищами, которые все еще находятся в России, они рассказывают, что да, история с VPN, она довольно серьезна, поскольку вот сегодня я общался со своим другом, он говорит, что у него установлены, вдумайтесь, 15 VPN-ов на одном телефоне, и из этих 15 VPN-приложений 13 на данный момент не работают. То есть довольно успешно они действительно блокируют VPN, но это нужно обратиться наверное к компаниям-разработчикам этих самых приложений, чтобы они быстрее меняли сервера, находили поддомены какие-то другие и собственно обходили эти блокировки, потому что ну это будут такие знаете догонялки, да, вот VPN-компании будут убегать, российское государство будет пытаться их догонять. На чьей стороне будет правда? Ну видимо на той, у кого больше ресурсов. Ну пока, к сожалению, больше ресурсов у российских властей. Спасибо, Илья. Будем следить за тем, что происходит. Действительно, с интернетом они борются давно, упорно, но победить это в конце концов не удастся. Так что будем наблюдать за этой бессмысленной битвой обезумевшего Роскомнадзора. Спасибо, Илья, за этот разговор. Илья Давлячин, журналист телеграм-канала «Можем объяснить», гость этого эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин